В общем, на набережную и на пляж надо приходить в 9 часов утра Тогда здесь красота Практически никого нет, площадка вообще вся полностью пустая Мой ребенок где-то там, наверху Ну давай, езжай! Езжай Я знаю, все эти трубы, я наверху, я заеду! Круто было? Да! Еще пойдешь? Да! Просто драться на этой трубке Уйду еще под дорогой заводку Всем привет, меня зовут Катя и вы на моем канале о вязании Значит, сегодня покажу буквально две готовые работы Больше показывать нечего, к сожалению В начале видео вы уже видели кусочек нашей сегодняшней прогулки Сегодня 4 часа мы потратили Ну, мы провели на улице, на набережной, на пляже, на всех площадках Да, и еще в начале, наверное, не готовые работы А хотела рассказать буквально в нескольких словах о своих всевозможных инструментах Которыми я пользуюсь, которыми мне удобно пользоваться Ну, помимо крючка, понятно, да? Итак, для набивки деталей я использую все очень стандартно Обычные ножницы Это, наверное, самый удобный, ну, лично для меня инструмент для набивания Особенно каких-то мелких деталей То есть, вот у меня одни ножницы где-то в недрах дома, так сказать, потерялись детьми И я пошла себе купила ножницы именно для Вот, ну, обычные классические ножницы, да, с вот таким вытянутым кончиком Чтобы набивать, потому что раньше набивал Вот она у меня тут уже обожженная зажигалкой, дети Такая повидавшие виды палочка для суши, да Раньше набивал ей, сейчас, ну, ей набивал только вот потому, что у меня потерялись ножницы Пока ножницы не купил, набивал ей, так Это вот, ну, для меня, то есть, это самое удобное Особенно в различные места, когда нужно какие-то там щечки сделать Ну, придать какую-то форму детали, то вот очень-очень удобно Дальше, естественно, я уже из мастер-класса в мастер-класс говорю и показываю Это вот эти вот большие иглы для утяжки Ну, мордочки, да Это очень удобно, особенно для плюшевых игрушек То есть, там, где игрушка сама по себе большая И, соответственно, нужна длинная игла И очень удобно прикалывать голову к телу Если нужно пришить, то есть, ну, можно использовать спицы для этих целей Я использую вот такие иглы У меня их штуки три, наверное, вот я две с собой взяла И еще один инструмент Называется он круглогубцы Выглядит он вот таким образом Очень часто, особенно при вязании, при сборке игрушек из, там, хлопка Ну, полухлопка, кто вяжет из полухлопка Очень тугая вязка и очень тяжело выходит иголка с ниткой То есть, когда вы что-то пришиваете Или, я не знаю, делаете какие-то утяжки Или иголочка очень короткая И она вот на маленький-маленький кончик, там, где-то вылезла из детали Да, а пальцами, пальцы скользят И вы не можете ее подхватить То есть, вот Иголку я захватываю таким образом И вытаскиваю уже, соответственно, круглогубцами Они не скользят, они держат отлично То есть, даже если вот Маленький какой-то кончик иголочки вылез откуда-то То есть, подцепляю круглогубцами Вытаскиваю Очень-очень удобно Тоже это Вот те инструменты Без которых, ну, наверное, мне сложно работать Ну, зажигалка, понятно, да Там, подпаливать глазки Или, там, ниточку плюшевую Вот Это Ну, вот все, что вспомнила Да, еще очень удобно Но сюда с собой их не взяла Это булавки, которые Ну, мне нет здесь Наверное, ни одной необычной булавочки Маленькие Вот с такой, да, круглой штучкой А вот с пластиковой Там они разные всякие Сердечки, цветочки и так далее Они сами по себе довольно длинные Плюс вот этот пластиковая Сверху штучка довольно большая И очень удобно тоже прикалывать Всякие детали Типа ножки, ручки Ну, и так далее Так Теперь по поводу готовых работ Первая Вернее, она вторая Но просто вторую достану попозже Это Вот такой Дракоша Сразу скажу, что у меня было Почему именно дракон Почему именно там такая форма И так далее У меня очень много поступало запросов На тему, что Нужна игрушка по типу комфортера То есть, чтобы они были У меня есть комфортер дракоши Есть погремушка дракончика Они все со сходной Схожей формой головы И вот просили игрушку Именно, чтобы был комплект Погремушка, игрушка и комфортер И чтобы они все друг с другом сочетались Ну и плюс кому-то, например, не нужен комфортер Нужна именно игрушка А вот игрушки с таким Ну, с обычным классическим телом У меня ни одной не было И вот такая вот игрушечка Сейчас со всех сторон покажу У меня получилось Если смотреть сбоку То здесь видно, что есть пузико И, собственно, именно этой формы Вот форму, чтобы было пузико Я и билась, билась То есть, это там, наверное, не знаю Пятая или шестая попытка Перевязывания тела То есть, ну, с головой проблем не было Потому что это, по сути, основа Как у головы комфортера Единственное, там, ну, немножечко были изменения У комфортера голова с обеих сторон Такая вот в одну Ну, то есть, вот эта вот Выпуклая часть есть и там, где мордочка И сзади Вот, а здесь я сделала сзади она плоская И вот эта вот выпуклая часть только именно на мордочке Вот, таким образом мордочка уже легко утягивается То есть, она сама по себе уже, в принципе, есть В процессе вязания вывязывается И при утяжке она вот формируется Здесь, опять же, нижняя губа Которую можно пришивать, можно не пришивать Тут, смотрите, сами с нижней губой он получается такой Ну, прям вот малыш малышом Не стала я делать ушки Вместо ушек сделала, опять же, это по принципу Такой же гривы, гребни, как и у комфортера И вот добавила еще две вот такие вот Не знаю, как их назвать Мини-гривы, мини-гребни Не стала делать ушки, потому что, как мне сказали дети Дракон это вообще-то ящерица И у ящерицы ушей нет Вот, поэтому прислушалась и делать не стала Но, опять же, у комфортера ушки есть Можно, в принципе, если вам нужно Можно взять их оттуда и связать Такой вот небольшой хвостик тоже не стало Можно сделать хвост больше, чтобы за счет хвоста дракоша опирался и стоял Но мне не хотелось сзади вот какой-то такой вот огромный длинный хвост Хотя, еще раз говорю, можно просто, если вы хотите, чтобы хвост был длиннее То просто после вот этого момента не заканчивать вязание А вязать еще какую-то часть Ну и, соответственно, чтобы и пришивать не вот сюда, не вверх, а чуть-чуть вниз Чтобы дракон стоял опираясь на хвост Крылья тоже практически на чуть-чуть я их уменьшила У комфортера они немножко пошире Здесь я сделала поменьше Вот Ну и тело И это первый дракоша Да, по нему будет мастер-класс Но чуть позже Потому что я свяжу еще одного или двух точно Потому что здесь изменю немножко ручки Хочу их немножко уменьшить Мне кажется, они длинные Чуть-чуть как раз уменьшу ручки И чуть-чуть увеличу длину ножек И, наверное, на пару рядов выше их вяжу Потому что мне кажется, что низковато Хотя, ну, не знаю Вот Ручки, мне кажется, длинноваты То есть тоже пару рядов убрать в ручках И пару рядов добавить в ножках Наверное, как-то так Ну, то есть сейчас я вижу второго дракоша Он будет голубого цвета Вот И потом, наверное, еще свяжу розового И уже тогда по ним буду снимать мастер-класс И тогда выпущу им К такому телу вполне подойдут головы от комфортеров То есть на основании этого тела можно будет связать То есть если у вас есть два мастер-класса У меня есть мастер-класс на комфортер Там описание дано на шесть игрушек На шесть зверей И, соответственно, головы там такого же плана абсолютно, как здесь То есть к этому телу те головы тоже отлично подойдут То есть вы, в принципе, можете купить мастер-класс на комфортеры И мастер-класс, например, на дракошу И у вас не покупать отдельно мастер-класс на комфортер дракон Например, если у вас его нет А купить на комфортеры и на вот этого дракона И у вас получится на выходе игрушки с таким телом и с разными головами От всех комфортеров Закончилось все время У меня место, вернее, на телефоне Пришлось удалить кое-что Так, я закончила на том Остановилась, что на основе двух мастер-классов Вы сможете связать и игрушку с телом и комфортер Вот таким образом у вас получится 7 игрушек 7 зверей 6 в мастер-классе по комфортерам И вот еще дополнительная голова И здесь в мастер-классе по дракошу будет И у вас полноценных 7 комплектов Игрушка плюс комфортер Ну а дальше там, естественно, что-то поменяли Что-то добавили У вас их еще больше Мне кажется, что если есть описание на тело и на голову То какие-то уже отдельные ушки, рожки Отдельные какие-то детали, хвосты Это уже не такая большая проблема У меня почему-то возникла, еще раз повторюсь Довольно большая проблема с тем, чтобы связать тело Чтобы оно подходило так, как у меня Описание головы-то уже было И первое я связала голову И мне нужно было подгонять именно тело под голову А не наоборот Обычно вяжется сначала тело, потом вяжется голова И голова уже приставляется к какому-то телу У меня была другая ситуация У меня уже было описание головы И нужно было сделать его таким же, чтобы это было комплектом И в дальнейшем, как только выйдет этот мастер-класс У нас будет возможность приобрести как отдельно мастер-класс на дракошу Такого Перед комплектом стоит дешевле, чем если покупать по отдельности Так, дракошу показала Сейчас мы его вот так куда-нибудь в уголочек поставим И сейчас покажу еще одну игрушку Вспомню, куда я ее умрала Это комфортер Комфортер Который связан на основе дракош Это вот такой зайка Сейчас я тоже подниму камеру, наверное И покажу его полностью Потому что не помещается Но принцип абсолютно такой же, как и у комфортеров дракончиков То есть абсолютно то же самое Абсолютно такое же описание головы по утяжкам Я сняла отдельное видео, как я делала утяжки непосредственно для зайки И есть описание на ушки для такого зайки И у кого есть мастер-класс на дракошу На комфортер дракон То можете мне написать вконтакте Я пришлю ссылку на видео с утяжками И файлик с описанием ушек для зайки Сзади у зайки хвостик Вот, то есть на основании одного и того же мастер-класса Пожалуйста, у вас уже будет два зверя Да, зайка и дракончик И сейчас я жду коричневую пряжу Будет еще мишка Я не буду выпускать отдельно мастер-классы Там, опять же, отдельно на мишку, отдельно на зайку Не вижу вообще никакого смысла Потому что все абсолютно идентичное Чуть меняются утяжки У мишки даже, наверное, я оставлю утяжки такие же, как у зайки И только добавятся ушки мишки Поэтому для тех, кто приобрел Или для тех, кто будет приобретать мастер-класс на дракошу То я просто уже абсолютно бесплатно пришлю вам описание Чтобы вы по одному мастер-классу смогли связать как минимум троих зверей Вот, поэтому это... Да, еще раз скажу Все комфортеры связаны из пряжи Сейчас покажу ее Вот она Вот это и вот Воланс Банни Свизер Здесь 100 грамм 160 метров Вот почему-то, кстати, в какой-то... Где-то мне встречалось, что 100 грамм 150 метров какая-то у меня была пряжа Вот сейчас нет под рукой, не могу сказать То есть есть два варианта Есть классический Воланс, соответственно, Банни, да Банни Бэби здесь 100 грамм 120 метров Это вот тонкая его версия 100 грамм 160 метров И комфортеры вязала я именно из этой пряжи, из тонкой пряжи Соответственно, они вот получаются где-то 42 сантиметра, но там плюс-минус Потому что, например, вот эта вот бежевая пряжа Она, на мой взгляд, тоньше, чем была зеленая у драконов И поэтому получились они немножко... Сейчас мы их сравним Ну вот даже головы, несмотря на то, что вязались абсолютно одинаково Одним и тем же крючком Но, как вы видите, даже вот столбики у дракоши Они как-то объемнее выглядят, чем у зайки По длине, в принципе... По длине, в принципе, одинаковые они получились Вот, но... Именно почему-то детали голов разные Мне кажется, как будто бы чуть тоньше Бежевая пряжа Вот, сейчас я уберу Вот, это, в общем-то, все На, еще раз повторюсь, на мастер-класс по комфортерам есть уже Вернее, продажи, он вышел в продажу Есть на него мастер-класс На мастер-класс по такому дракончику Кстати, мне кажется, они неплохо будут Вообще целиком такой драконий комплект Тоже мини-дракончик Они все, я их специально старалась все делать Вот такого одного плана, одного вида Чтобы можно было вообще вот целиком набор Такой комфортер, например, плюшевый Дракончик-игрушка, погремушка И комфортер из хлопка Ну, например, при желании Вот, это все, что у меня есть готового на данный момент Сейчас еще раз скажу Буду вязать тогда еще второго и, наверное, третьего такого дракончика Параллельно снимать буду мастер-класс И потом выйдет уже мастер-класс на этого дракошу Все, поэтому всем спасибо за просмотр Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь Кто не подписан на мою группу ВКонтакте Тоже подписывайтесь Там периодически проходят счастливые часы розыгрыша мастер-классов Вернее, не розыгрыш, а скидки на мастер-классы Проходят всевозможные розыгрыши Ну, и о каких-то новинках я тоже, естественно, в первую очередь Выкладываю информацию там ВКонтакте Все, всем пока-пока Пока никого нет Пока детей нет И крабик И крабик И крабик, папа, дай же крабик Получи Я делаю чайфа Я же делаю чайфа Продолжение следует...